Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидеров от компании Guru Engage. Серия насчитывает в себе 4 удилища различных длин и тестов. Произведены удилища все во Вьетнаме. В целом серия Engage не считается в компании топовой. Это относительно, скажем так, середнячок такой в линейке. В общем-то, не могу сказать, что уголь прям сверх здесь какой-то дорогой. Но, в общем-то, для карповых фидеров это и, по большому счету, для коммерческой направленности это и не нужно. Потому что, как мы знаем, чем выше класс угля, чем дороже, тем, соответственно, фидер будет хрупче. Но для карпа это совершенно не нужно. Здесь важен строй, важно, чтобы удочка вязала, была удобной и, скажем так, ощущалась приятно в руке, ну и эстетическое удовольствие приносила. Что, в общем-то, из-за чего, скорее всего, многие и берут. Потому что те люди, кто покупает у нас, каждый второй говорит, что мы хотим, ну, скажем так, это между слов читается, да, что мы хотим приобщиться и иметь в своем арсенале действительно какой-то прям вот топчик из топов, которые, палку, которая признана, в общем-то, во всем мире и фирма известнейшая гуру, да. По колечкам противозахлестные кольца. Правильно, идеально расположены на расстоянии от катушка держателя. Дальше идет ЭВА, достаточно легкая, да, фора гриппа, ЭВА, все остальные ручки. И вот здесь такая декоративная вставочка из кропки. Ну, вы сами понимаете, что ЭВА ставят по двум причинам. Как производители по причине легкости и удешевления снасти, да, а рыболовы ее выбирают по причине того, что она легко моется от рыбьи и слизи. Дальше, вот по дизайну здесь, конечно, не придраться. Приятный современный дизайн, но лично мне не нравится. Я люблю просто круглые бланки. Срез с двух сторон, эстетический такой, да. Дальше идет в конце под пальцы, четыре выбоинки и торцевая пробочка. Значит, эта моделька у нас в руках 270 до 40 грамм. В комплекте три вершинки, 0,75, дальше у нас полторашка и единичка. И давайте мерить, пока не разложим. Значит, вершинка длина 52 сантиметра. Расположение и диаметры колец идеальны. То есть, здесь колечки легкие, в тонкой раме, тонюсенькая, эстетичная очень вставочка. Просто произведение искусства, как, в общем-то, и сам Федерочек. Колечки достаточно крупные для того, чтобы даже ловить шок-лидером. Поэтому здесь вопрос возникать не должно. Дальше. Расстояние от колечка до центра держателя 54. Рукоятка ровно 40. И давайте диаметр бланка 9 мм. И диаметр колечка нижнего, ближнего катушка-держателя 12 мм. Следующий у нас Федер. 330 до 50 грамм. Скажем так, достаточно дальнобойный Федер. Но здесь, у этой серии, я ей ловил недавно, да. И, скажем так, какие-то возможные недостатки для, ну, не то, что недостатки, для людей, кто к чему-то не привык. Допустим, вот все Федера, у меня что бросается в глаза, это тяжелые ручки. Баланс, видимо, специально смещен в рукоять. Да, то есть, здесь, видимо, усиление какое-то, я не знаю. Но, когда берешь Федер в руки вот здесь, он просто мгновенно падает. Ощущение, что здесь какой-то утяжелитель. Вот. Но, тем не менее, когда Федер собран, да, и когда им ловишь, бросок просто изумительный. То есть, действительно, бланк вкладывается полностью весь, с любыми весами. Но об этом давайте позже, когда мы разложим уже. Значит, дальше. Расстояние от кольца до центра держателя 74. Рукоятка 45. Диаметр бланка 10. 10 миллиметров всего. Вершинки в комплекте 3. С посадкой 2,2 миллиметра, как и предыдущие. Так, по унциям у нас 2 унции. Ну, скорее всего, тут у нас, насколько я помню, единичка и полторашка. Да, единичка и полторашка. Вот. Колечко. Диаметр кольца. Противозахлестные кольца все. Диаметр 15. То есть, сюда встает даже, вот что удивительно, да, именно это наклонное кольцо, оно правильно абсолютно сделано. И расстояние с виду может показаться большим, вот это. Но оно как раз служит, оно как раз так высчитано, видимо, и правильно, естественно, высчитано, для того, чтобы сюда поставить даже шеститысячник. Поэтому это идеальнейшее расстояние, вход в кольцо, то есть, я ловил плетней 0,12, потом меня приятель ставил туда монку, притом маятником, с плеча, как угодно, никаких захлестов, даже и близко. Нет ощущения, что там кольцо не 15, да, 25 стоит, что все пролетает. То есть, действительно, федора, серия продумана, хоть и относительно бюджетная. Значит, следующий, самый длинный федерочек по транспортной длине у нас в руках, это до 80 грамм 360 N-гейдж. Ну, давайте его меряем. Значит, диаметр бланка 14. Расстояние от колечка до центра держателя 74. Рукоять из кадра, я, наверное, вылезу, 49. Колечко. Диаметр внутренней кольца 20 миллиметров. Здесь посадочный диаметр вершинки, насколько я помню, по-моему, 3,5, сейчас я посмотрю. Да, 3, ну, 3,3, 3,3. По штангелю 3,3. По вершинкам, соответственно, 2 унции, 3 унции, ну и единичка, насколько я помню. Нет, вру, полторашка. Так, и полторы унции. Так, следующий у нас это 10 футовик, 300 до 50 грамм. Ну, соответственно, измеряем его. От колечка до центра держателя 74. Рукоятка 45. И диаметр бланка у нас 9, 9 миллиметров. Так, по вершинкам, колечко забыл. Ну, колечко точно такое же, которое и было у первого. 11 миллиметров, мне показало, внутренний диаметр. Ну, и, соответственно, 3 вершинки в комплекте. Это у нас 2 унции. Ну, единичка, я так понимаю. Да, единичка и полторашка. Ну, давайте теперь разложим их и посмотрим уже на грузин. Так, господа, мы разложили. Ну, давайте начнем с самого небольшого. Это 9 футовик до 40 грамм. Вот, смотрите, по колечке. Миниатюрная, изящная палочка. Очень приятная. Ну, я бы сказал, что это не параболик, а больше, наверное, полупараболик. Ближе к этому. Но, понятное дело, что собранная палка. Вязать будет хорошо в плане теста. 42 грамма плюс корм она спокойно бросает. Очень точно и далеко. Ну, соответственно, от... Да, это от где-то от 14 грамм. Ну, нагружаем. Смотрим. Видите, вот что такое параболик. Смотрите. Вот как гнется фидер. Смотрите, вот Константин Михайлович у нас дает разную нагрузку. А бланк прогибается. Практически весь. Ну, вот, да, я, наверное, все-таки заберу, наверное, свои слова обратно насчет полупараболика. Но, хотя, здесь такой вот момент, что параболик, полупараболик где-то, наверное, между ними. Ну, не могу сказать, что именно вот прям чистокровный параболик. Не знаю. Ну, вот следующая моделька у нас в руках. Это 10 футовик уже. До 50 грамм. Ну, вот, смотрите. По расстановке колечек. Тоже в руках изящно. Классная чувствуется карповая палка. Видите? Вот, посмотрите на всякий случай, кстати говоря, мой ролик про S-канал. Вот там, где мы нагружаем. И посмотрите, как работает бланк этот в плане паразитных колебаний после заброса. И как работает точность такой же бланк от Гуру Engage. Вот смотрите, как он встает мгновенно. Видите? Вот, в прямую линию. То есть, никаких перехлёстов, захлёстов, паразитных колебаний нет. Ну, давайте нагружаем. Чувствуется запас в этих фидерах во всех. Смотрите, как работает бланк. Изумительно он работает. То есть, отличные рывки карпа. Вот видите? Вот, классная палка. Поэтому, кому не нравится дизайн рукояти, как мне, например, да? Ну, не нравится мне вот, когда всё срезано. Мне нравятся кругленькие. Но, тем не менее, всё полностью затмевает то... Не то, а строй данной серии просто изумителен. То есть, он перекрывает все возможные отчасти недостатки для кого-то. Значит, по нагрузке, точность так же. Я скажу, что по палочке до 50 грамм я и бросал 42 и 56 грамм. Кормушки почти на 40 метров. То есть, без проблем, абсолютно. Удивительные палки. Значит, следующий у нас в руках 330-й. С тестом 60 грамм. Колечки, соответственно, покрупнее, видите? Идеальнейшие. Просто красота. Да, вот в руках действительно классное произведение искусства. Идеально выверенное. Всё чётко, всё очень красиво сделано. Вот видите, смотрите, как он встаёт. Даже длинный, длинный достаточно фидерочек. Видите, как он мгновенно отрабатывает. Ну, нагружаем. По нагрузке. Вот я им ловил, кстати, 70-й кормушкой на канале. Поэтому он прекрасно работает. И удивительно держал течение даже под 70 грамм. Поэтому вот имейте в виду. Видите, вот мы нагружаем. Вот, да, мощно. Смотрите, вот он. Вот этот параболик. Да. Поэтому чисто английский строй. Кому нравится. Ну, и следующая моделька 360, то есть 12 футовик до 80 грамм. Это дальнобойный фидер. Туда, где надо на коммерческом водоёме забросить максимально далеко. Но здесь в нём уже чувствуется недорогой уголь. Потому что уголь действительно в этих серии N-Gage недорогой. То есть я вот... Ощущение у меня в руках, как будто я держу 420 до 120. Вот такое ощущение. То есть это уже жёсткая палка. Самое главное, она перевешивает баланс вперёд. То есть мне она некомфортна. Прям вот ни в руках, да. И я, ну, скажем так, я не буду ощущать удовольствие от карпа до килограмма на ней. Могу сразу сказать. То есть она дубовенькая, что ли, как-то. Но это уголь. Здесь, как ни крути, здесь сказывается уголь. Ну, и, соответственно, по строю. Давайте мы нагрузим, проверим. Я и кормушки, кстати говоря, просто так не ловил. Но вот покидал кормушки именно этой моделью. 80 грамм и 100 грамм. То есть она совершенно спокойно бросает, без всяких вопросов. И держит течение, что удивительно. Поэтому даже на течение вы его можете использовать. У нас есть некоторые люди, кто покупает для канала Москвы и ловит им. И очень довольны. Только сжалуются на вес. Ну, вот смотрите. Практически, да, полупараболик, близкий к параболику. Господа, ну вот нагрузили, посмотрели. Изумительный строй. Посмотрите, пожалуйста, на цену, на мультифиш. Минус от этой цены у вас будет еще дисконт. Плюс запасные части для подписчиков в социальные сети. И в период действия акции покупателей у нас в магазине. Наш магазин официальный от компании «Флагман». Мы представляем «Гуру», «Азуру», «Азура» компания, да, и «Карпро». Поэтому покупайте, смотрите. Действительно изумительный строй. Я думаю, все захотели, наверное, иметь в комплекте этот фидер. Посмотрите, еще раз повторюсь, на цену. Не такая она заоблачная, да, и, в принципе, приемлемый. Минус, соответственно, у вас будет всегда на первую покупку по программе лояльности, дисконт. Ну, как обычно, в конце покажу чехольчик. Простейший, дешевенький, относительно дешевенький чехольчик, как, в общем-то, у многих бюджетных, скажем так, фидеров от многих компаний «Волжан» к «Флагманам», «Сабанеев» и так далее. Единственное, что разница у них, этот чехольчик на молнии. Да, вот такая молния сделанная. В общем-то, и все. А так, материал достаточно прозрачный, то есть он свет пропускает, чистая синтетика, не намокает. Ну, в общем-то, чего только, чего еще и надо. Поэтому, еще раз повторюсь, надежная, хорошая, недорогая серия от компании «Гуру Энгейдж». Смотрите, выбирайте и сделайте заказ. «Гуру Энгейдж».